Здравствуйте! С вами Степаненко Станислав и сегодня я расскажу вам немножко о тросах и о том, как обезопасить себя от кражи велосипеда. Средств, собственно, много. Мы постараемся разобраться в том, какое вам нужно. Тросы. Тросы бывают кодовые, бывают на ключах. Могут быть немножко тоньше и бывают толстые. Также отличаются они длиной. Если вам нужно пристегнуть ваш велосипед, обвев два колеса и раму, то лучше брать трос длиной метр восемьдесят. Если же вы хотите просто пристегнуть раму, можно взять и метровый тросик, вам его вполне хватит. Покупая трос, нужно учитывать, что они кусаются кусачками. Поэтому, если вы его оставите где-то и не будете за ним смотреть, рано или поздно вполне вероятно, что кто-то придет, откусит этот трос и все-таки украдет ваш велосипед. Поэтому, основная задача троса, это пристегивать велосипед в людных местах, где вы примерно за ним наблюдаете. То есть, грубо говоря, вы зашли в банк или сидите на летней площадке в кафе, велосипед где-то себе пристегнут, вы его видите. Если кто-то будет там с кусачками что-то делать, вы можете быстренько подбежать и отреагировать на это действие. Собственно, следующая категория тросов, так сказать, это цепи. Цепи перекусить уже будет намного сложнее. Здесь вход нужно пускать в болгарку. Хотя, есть и гидравлические кусачки, которые, вероятно, могут тоже перекусить цепь. С цепью дела обстоят чуть-чуть получше. Но, нужно учитывать тот факт, что, если вы привязали велосипед цепью, могут украсть сиденье, снять у вас колесо или даже скрутить педали. Поэтому, нужно или большая цепь и обматывать все на свете, а съемные вещи забирать с собой. Или же, снова-таки, не оставлять его без присмотра. То есть, он пристегнут, но какой-нибудь охранник или вы сами, собственно, где-то там издалека его видите. И если какие-то происходят действия с велосипедом, вы немедленно на это реагируете. Цепи, кстати, один из самых популярных видов в последнее время. Она очень тяжелая, но, действительно, ее сложно перекусить. И, следующий, третий вид, это вот такая подковка. Ее, собственно, перекусить тоже трудно. Ее можно только перепилить ножовкой. Или же, нужны какие-то спецхидравлические тиски, кусачки и так далее. Возможно, болгарка. Поэтому, если место людное, никто этого делать не будет. Но, есть и небольшой минус в подковах. Учитывая то, что здесь радиус небольшой, у вас ограниченное количество предметов, которые вы можете пристегнуть в велосипед. Также вы можете пристегнуть только раму. Потому что колеса оно охватить не сможет вместе с рамой. Итог такой, что, скажем, если это столб фонарный, то этим тросом не получится пристегнуть. К какому-то обычному перилке-забору можно пристегнуть. Но, надо учитывать тот факт, что можно перилку чуть-чуть отогнуть и вместе с подковой украсть ваш велосипед. Тоже смотрите за этим. Если вы пристегнули просто велосипед за раму, и никто не будет с болгаркой бегать, что-то там придумывать, также есть вероятность того, что у вас просто могут снять колеса, или вытащить сидение, или снять велокомпьютер, или какую-то сумочку, которую вы оставили на велосипеде. Учтите эти вещи и обезопасьте себя по максимуму. Надеюсь, мои советы помогут вам обезопасить вас от кражи вашего велосипеда. Смотрите наши обзоры, подписывайтесь на канал и получайте онлайн-консультации по велосипедным аксессуарам. Хороших вам выходных!